Уникальность крещальной литургии в том, что ее возглавляют правящие архиереи. Епископы кресят достаточно редко. И то, что владыка Георгий взял инициативу проведения крещальной литургии в свои руки, говорит о возрождении старинных церковных традиций. К сожалению, крещение сейчас стало частной требой. То есть человек решил покреститься, пришел в храм, и в удобное для него время, или в назначенное время, индивидуально совершено крещение. А смысл крещения – это вхождение человека в церковь. Человек, пожелавший пройти через таинство крещальной литургии, должен будет прослушать курс лекций. Как пояснил отец Александр, торжественное крещение взрослых людей митрополитом Георгием будет совершено после предварительного обучения основам христианской веры. Для тех людей, которые желают принять крещение на той крещальной литургии, которая будет в Нижнем Новгороде, для них разрабатывается курс огласительных бесед. В течение Великого Поста они проходят на учение вере, встречаются со священником, с катехизатором, проводятся плановые занятия. Для желающих пройти таинство крещения и стать православным христианином, такие беседы будут проводиться в Храме Всех Святых по согласованному графику. Записаться в группу можно по телефону 77077. Крещальная литургия будет совершена в Великую Субботу 27 апреля в Спасском Староярмочном соборе Нижнего Новгорода митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.